Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодня у нас в студии врач-дерматолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением клинического областного кожного и нейрологического диспансера Мария Владимировна Куликова. Здравствуйте! Добрый день! Скажи, пожалуйста, Мария Владимировна, у нас сегодняшняя тема – это кожные проявления при коронавирусной инфекции. Мы так назвали тему. Скажи, пожалуйста, насколько актуальна действительно эта проблема? И на самом деле, какие могут быть кожные проявления при коронавирусной инфекции и при её последствиях? На самом деле вопрос очень актуальный на настоящее время. Я скажу, да, что с началом пандемии количество пациентов на приёме дерматолога значительно увеличилось. Мы даже сами этого не ожидали и были удивлены таким последствиям. Причём тенденции к снижению нет до сих пор, по настоящее время. Пациентов очень много, и пациенты нуждаются как в амбулаторной помощи, так и в стационарной помощи в том числе. То есть даже стационарная помощь, наверное, оказывается? Да, которую мы оказываем. Мария Владимировна, какие основные всё-таки кожные проявления? С чем приходят пациенты к вам именно к дерматологам? Очень много публикаций есть по данной теме, и основные проявления касаются по большей мере детей, детского приёма. Здесь возникает полиморфинзм сыпи, то есть разное высыпание проявляется. Основные кожные нозологии, с которыми сталкивается коронавирус, это розовая лишая жибера, это воскулиты кожи, то есть сосудистые поражения, это аллергическая крапивница, аллергодерматозы, то есть разные проявления аллергических реакций, разные проявления кожной сыпи при них. А жибера, вы сказали, это проявляется какой-то желтушностью? Нет, не жибера, а жибера. Это просто созвучная фамилия автора, по которой назвали данные заболевания. Нет, это заболевание, которое проявляется распространённой кожной сыпью, состоящее из бледно- или ярко-розовых пятен с шелушением на поверхности. Очень часто проявляется после разных простудных, воспалительных, вирусных заболеваний, в том числе после коронавирусной инфекции. И также очень часто проявляется многоформная эксклюзативная эритема. Мы выделили данные нензологии, исходя из приёма у докторов моего отделения. Мария Владимировна, сейчас уже сказали, что на самом деле это актуальная такая проблема. Вы сказали, что увеличился поток к дерматологам с проведением постковидного синдрома. Я скажу, что преимущественно сейчас мы принимаем до сих пор пациентов с постковидными проявлениями. Причём хочу отметить, что при коронавирусе есть такая особенность, что заболевания кожные хронизируются и сложно протекают, сложно продаются лечению. Я уже говорила о стационарной форме заболеваний. Да, я скажу так, что у нас стационарное отделение постоянно загружено. Я скажу так, в хорошем смысле этого слова. То есть мы оказываем помощь пациентам, которые в этом нуждаются, потому что заболевание тяжёлое, торпидно проводимая терапия и хронизируется. Мария Владимировна, а какие могут быть осложнения? Вы назвали некоторые кожные проявления. А какие могут быть осложнения в результате, например, несовременное обращение к врачам или самолечения? Какие могут быть всё-таки, что можно ожидать, какие-то сложности? Тема самолечения всегда была актуальной. В практике врача-драматолога особенно. Пациенты очень любят газету ЗОЖ, различные интернет-ресурсы. Советы от родственников. Совершенно верно. Также в аптеках очень часто дают рекомендации различные, не всегда бывают верные. Это опасно тем, что при самолечении стирается клиническая картина кожных высыпаний. Во-первых. Во-вторых, опасно тем, что сложно поставить правильный диагноз, так как нет возможности лабораторного обследования. Например, при постановке микозов гладкой кожи, то есть грибковых поражений, пусть то кожа или ногтевые пластины, мы направляем пациента на лабораторный соскоб. Здесь с этим возникают некоторые трудности. И, соответственно, момент постановки правильного диагноза откладывается. Что касается и заразных кожных заболеваний. Например, чесотка. Например, демодекс, что очень активно проявляется при розации розовой угры. И также различные микробные поражения. Стрептодермией, стафилдермией. Бакпасев тоже взять не представляется возможным. Ну, то есть название этих заболеваний, они сами из себя исходят. То есть это возбудители, да? То есть тритококк, тритококк и так далее, да? Да, да. А насколько сложно подается это лечение, если не своевременно? Вы сказали, что это бывает уже запущенный даже случай, да? Если человек в своем времени не обратился. Да, к сожалению. Такие случаи бывают. Но скажу, что если СИП возникла вследствие коронавирусной инфекции, и пациент, например, уже болел, через стационаре, там что означает? В основном антибиотики, гормональный препарат, в частности дексаметаза, зон, и потом заболевания очень сложно подаются лечением. Потому что, как известно, гормоны действуют системно на весь организм, нарушают иммунный ответ, и заболевания хронизируются. Поэтому тут уже мы прилагаем усилия в социалном отделении. Баралдина, ну мы все знаем, что кожа – это как такой своеобразный барьер, да? То есть иначе даже не назовешь, да? На самом деле, насколько этот барьер, он важен, да? Вот насколько важно следить за кожей, да? За целостностью кожных покровов, за какими-то проявлениями. Насколько вы считаете, вот как дерматолог скажете, насколько это важно, все-таки следить за своей кожей? Да, конечно. Это важно на все 100%, я скажу так. То есть любые изменения нужно сразу фиксировать, да? Да, 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 да. Совершенно верно. Скажу даже больше, что с введением масочного перчаточного режима и применением антисептиков в эпидемию коронавируса у нас возникло на приеме очень много случаев аллергических контактных дерматитов на применение перчаток, латекса, а также различных антисептических препаратов. Такое тоже имеет место быть и по настоящее время в том числе. Ну, если люди приобретают, например, в нелицензированных аптеках или аптечных киосках, то есть или в магазинах, то все-таки нужно, да? Здесь не все так просто. Хочу отметить, что антисептики бывают не только аптечные, но и самодельные. Чем опасен самодельный антисептик? Что там может быть не соблюдена пропорция, что там может быть содержание спирта превышенного разы, и что могут отсутствовать добавки, смягчающие кожу, например, глицерин, алоэ вера, которые должны находиться. Также по составу скажу, что при выборе антисептика очень важно учитывать, если у вас сухая кожа, то спирт вам навредит. Если содержат натуральные компоненты, то есть должна быть хладноватистая кислота или энтиленогликоль, например, тогда будет меньше результата вашей кожи. И опять же, антисептики, когда их производили, они не были предназначены для постоянного применения. По рекомендации дерматологов, рекомендуется использовать их не чаще трёх раз в день. И опять же, повторюсь, при человекоздоровой, нормальной структуре кожи. Если же применять часто, то нужно обязательно в дополнении использовать специальные препараты для восстановления липидного слоя кожи, которые называются эмаленты, научным словом. Что представляют из себя эмаленты? Это местные крема, мази, которые восполняют липидный слой кожи, который способствует удержать влагу в слоях кожи. Например, какой состав может быть? Это декспантенол, это алантаин, это мочевая кислота, это гиалуроновая кислота. Вот с этими составами препараты, они являются безопасными, безвредными, и в аптеках в свободном доступе можно их приобрести. Марладин, а вот вы сказали, вообще структура кожи бывает у всех разная, да? То есть вы сказали, там, сухость кожи, торгер кожи, то есть напряжение, ну и так далее, так далее. То есть человек, он сам знает, какой у него тип кожи? Или всё-таки это специалист ему может, в том числе и дерматолог, сказать и посоветовать, какое ему именно дезинфицирующее средство можно использовать, и так далее, и так далее. Как вы считаете, ваше... В основном женщины уже знают, какой у него тип кожи, потому что они пользуются косметическими средствами, и крем для рук в том числе. Но с мужчинами уже сложнее, бесконтрольное применение антисептиков и перчаток приводит к таким вот последствиям, как я уже сказала, то есть это дерматит, экземы, сухость кожи, трещины. Здесь уже лучше, если вы заметили хоть какие-то малейшие проявления, раздражение, зуд, дискомфорт, сухость кожи, трещины, лучше обратиться к дерматологу. Мы уже назначим и средства для ухода, и поможем подобрать антисептические препараты, и при необходимости назначим лечение. Насколько я знаю, что у вас вообще, вы работаете не только в будние дни, да, то есть в субботние дни можно обратиться, те, кто не могут, в рабочие дни, да, пожалуйста. Да, конечно. Дверь открыта у вас. Да, консультативное диагностическое отделение работает у нас в субботу с 8 до 16, по будням дням с 8 до 19.00. Спасибо большое. Мария Владимировна, ну вот еще такая тема, да, вот после коронавирусной инфекции. Ну, мы знаем, что у коронавируса есть органы мишени, да, это сосуды, это легкие, естественно, да, а кожу можно назвать все-таки органами мишенью, или это все-таки связано больше с кровоснабжением кожного именно покрова? Мы считаем, что да, определенно можно назвать, потому что кожа, как известно, это самый большой орган человека, и кожа покрывает всю поверхность человеческого тела. Естественно, здесь возникают свои изменения, как уже установили ученые, здесь связаны с воспалительной реакцией, возникает в тканях окислительный стресс, нехватка кислорода, недостаточное поступление питательных веществ в слои кожи, структура кожи из этого нарушается, здесь склонность к аллергическим реакциям, и также есть данные исследования, что возникает микротромбоз капилляров кожи. Мария Владимировна, ну вот еще тогда такой вопрос, да, вот выпадение волос, да, особенно у женщин, когда бывает такой фактор, да, мужчин как-то может быть меньше, да, на это обращать внимание, но у женщин, конечно, это проблема такая, да. Вот скажите, вот после ковида, постковидный синдром, после коронавирусной инфекции, выпадение волос, насколько оно часто бывает, насколько оно часто встречается, и есть ли какие-то методы лечения, действительно, может быть, даже у нас пробираны в Ульяновской области, которые действительно эффективны, помогают, и вы действительно об этом сейчас можете сказать? Да, конечно. Как я уже сказала, постковидная аллопеция встречается часто, и она обусловлена тем, что нарушается микроциркуляция, и, естественно, нарушается доставка питательных веществ к волосяной луковице. Я расскажу, чтобы было понятно нашим зрителям, в чем здесь причина. Дело в том, что при ковиде самый распространенный тип выпадения – это диффузная телогеновая аллопеция. Слово аллопеция означает все виды выпадения. Диффузная – это значит выпадение равномерное по всей голове. А фаза телогена – она означает фазу покоя, спящее состояние. Вообще, в жизненном цикле развития волоса есть две фазы. Это анагена – фаза роста, и фаза телогена – покоя. И жизнь цикла включает их смены. Изначально волос должен выпасть, он к этому подготовится. Он выпадает, устья восьминого фолликула пустеет, и фаза телогена длится в среднем до трех месяцев. Это нормальный цикл развития волоса. После перенесенной коронавирусной инфекции эта фаза удлиняется. То есть волосы выпали, продолжают выпадать, вводить в фазу телогена, а новые волосы не вырастают. Поэтому возникает проблема диффузной телогеновой аллопеции. Здесь обязательно нужно вовремя обратиться к дерматологу. Также еще один момент хочу учесть, что есть такое понятие, как реактивное выпадение, то есть физиологическое, нормальное, которое восстанавливается до 6 месяцев. Но не нужно этого ждать, потому что мы же не знаем, какая у вас форма выпадения – реактивное или нет. Это же заболевание. Поэтому в любом случае нужно сразу же обратиться к специалисту. У нас на базе нашего диспансера принимают не только дерматологи, но и такие специалисты, как трихологи, у которых арсенал работы гораздо больше и расширеннее, чем у дерматологов. То есть они могут сделать криомассаж власти части головы, то есть лечение шидким азотом, могут сделать мезотерапию с витаминами, сосудистыми препаратами, а также плазмотерапию. То есть у нас очень расширенный арсенал оказания обследования, в том числе и оказания лечения. По обследованию также это назначает врач-драматолог или врач-трихолог. У нас на базе нашего диспансера делается микроскопический анализ волос на структуру. Это первое, что должен назначить врач. И уже в дальнейшем по показаниям общий анализ крови, в котором часто выявляется анемия, например. Даже бывает железнодефицитная анемия. Биохимический анализ, развертый нужно будет посмотреть. По показаниям уже обследования у эндокринолога на гормональный профиль. Консультация невролога очень часто нам тоже помогает в этом. У пациента выявляются и неврологические нарушения. Здесь всё должно быть только в комплексе. И подход как к постановке правильной диагноза, к обследованию, как и к лечению тоже комплексный. Есть такая поговорка, что человек представляет из себя то, что он ест. Насколько питание, кожные покровы, качество кожи, может быть, даже как следствие проявлений, заболеваний, насколько важно это взаимодействие? Да, конечно. Тема очень актуальна в настоящее время. В эпоху фастфуда и других вредных продуктов. Я хочу остановиться и рассказать о том, что на самом деле вредно. Что не надо покупать и употреблять в большом количестве. Это в целом прям, да? Да, да. Первое – это сахар, конечно же. Немногие знают о том, что норма потребления сахара составляет всего от 30 до 45 грамм в сутки. То есть это 1 столовая ложка, либо 1,5 столовой ложки по объёму. Чтобы зрители наши понимали. Здесь идёт речь не только о чистом сахаре, но также и о продуктах, которые его содержат. То есть это все сладости, естественно, многие напитки, лимонады, соки и так далее. Сахар влияет негативно, потому что он замедляет синтез эластина и коллагена в коже. Кожа становится морщинистой. Это приводит к преждевременному старению. Теряется тургор кожи, то есть её эластичность. Это самое основное влияние сахара. Какой же совет можно дать нашим зрителям? Нужно будет заменить сахар на сахарозаменителя, либо же на фрукты, на ягоды, на те натуральные природные компоненты, где он содержится в безопасной его форме, скажем так. Следующий продукт, который также является опасным, это соль. Норма потребления соли составляет 1 чайную ложку в сутки, также включая все соленья, колбасы, копчёные продукты. Мы едим их, не думая, что там есть соль также в большом количестве. Эти все вредные продукты нужно будет исключить. Соль приводит к задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, приводит к нарушению трофики кожи, нарушению питания, кровоснабжения. И появляется отечный синдром, и кожа также теряет свою эластичность. Также хочу сказать про углеводы. Углеводы в настоящее время встречаются во многих продуктах. В основном это продукты фастфуда. К сожалению... Ну, вообще, хлебобулочные изделия тоже. Это легко с вами углеводы вы имеете в виду, да? Да, да, да. Хлеб, торты, выпечка, сладости. Здесь ситуация наподобие с сахаром, что здесь идёт замедление метаболизма. Кожа теряет упругость. Также замедление синдоза белков, которые входят в матрикс, в структуру кожи. И теряет свой блеск. Здесь происходит старение за счёт появления пигментных пятен, жёлтого, серого, землистого цвета кожи. Поэтому какой из этого выхода? Нужно потреблять углеводы, которые полезны и правильны, скажем так. Это крупы, это злаковые. Но это, опять же, Мария Владимировна, это же не значит, что совсем нельзя, да? То есть нужно просто... Да, в ограниченном количестве, да. В умеренном. Да, также сейчас проблема актуальна с потреблением трансгенных жиров, которые входят по большей степени в состав фастфуда, копчёностей, паштетов, различных сыров и так далее. Чем опасен трансгенный жир, он усиливает салоотделение и обладает комедогенным свойством на кожу. То есть сало вырабатывается сальными железами, поверхность кожи, а оттока не происходит. Возникают комедоны, то есть закрытые угри, что касается работы наших косметологов, участвовать в среднем приёме. Также различные формы угревой болезни и также различные воспалительные заболевания кожи, которые могут быть не только на лице, но и затрагивать весь участок кожного покрона. Это фурункулёз, гнойничковые заболевания кожи, педермии и так далее. То есть это тоже очень вредно. Но хочу сказать, что есть одно но. Жиры в маленьком проценте потребления полезны. Нужны тоже, да. Да, например, мясо курицы, индейки, мясо говядины относятся к полезным жирам. Также есть ненасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо, например, в растительных продуктах, в рыбе в том числе. Эти жиры являются полезными. Поэтому всё нужно делать с умом и всё нужно кушать и употреблять в меру. Мария Владимировна, возвращаясь к нашей теме кожных проявлений именно при коронавирусной инфекции. Вот человек перенёс коронавирусную инфекцию, может быть, в стационаре или амбулаторном получал лечение. На что всё-таки, вот какое время ему нужно обращать внимание на кожные покровы, чтобы действительно не пропустить какие-то появления каких-то элементов или каких-то кожных проявлений, и своевременно обратиться к дерматологу. Я могу сказать, что бывает даже наоборот. Я хочу немножко переначать ваш вопрос и осветить более актуальную тему. Что бывает так, что пациент нам обращается с высыпаниями, а исходя из нашей практики за время пандемии, мы можем уже заподозрить, что у этого пациента есть коронавирусная инфекция. Хотя он сам об этом не знает. То есть таким дебютом может быть? Да, сбор правильного анамнеза и вовремя проведённого обследования, то есть это ПЦР-тест на коронавирус, может правильно поставить диагноз. У нас таких случаев было очень много за это время пандемии. Скажи, пожалуйста, а вообще всекожные заболевания, какие наиболее часто встречаются? Первый, второй, третий, четвёртый, пятый. С какими заболеваниями чаще всего обращаются и вообще по статистике какие чаще встречаются? На первом месте это все аллергодерматозы. Мы их обычно, дерматологи, объединяем. То есть к ним относятся аллергические дерматиты, различные формы экзем. На втором месте я хочу выделить угревую болезнь. То есть это различная форма конглобатной, угревульгарной и так далее. На третьем месте после начала пандемии у нас стал псориаз. Причём как впервые выявленный, так и распространённый тяжёлый. То есть опять же коронавирус повлиял на это? Да, совершенно верно. Как я уже говорила, коронавирус приводит к хронизации кожных заболеваний, которые же у человека были. А вот, Мария Владимировна, тоже не могу об этом не спросить. Мы всегда говорим о том, когда разговариваем о хронических заболеваниях любого генеза, что должна быть онкологическая настороженность. Я хочу, чтобы об этом вы тоже сказали. Насколько важно, насколько ваши дерматологи, ваши коллеги тоже нацелены на это онкологическую настороженность. Насколько часто выявляется на самом деле. И хочу, чтобы от вас, наши телезрители, услышали, что своевременно поставлен диагноз онкологии. Это, в принципе, стопроцентное излечение. Возможно, даже такое. В дерматологии самое опасное заболевание из онкологических считается это меланома. При поверхности меланомии проводится только хирургическое иссечение и наблюдение у врача-онколога. Я хочу отметить, что если вдруг вы замечаете какие-то необычные родинки, пятна на теле, которые изменяются, быстро растут, изменяют свой цвет, границы становятся неровными, вы должны сразу обратиться к нам. В нашем отделении проводится такая процедура, называется дерматоскопия. То есть мы рассматриваем... Диагностическая, да, такая? Да. Мы рассматриваем каждый элемент под многократным увеличением дерматоскопа. Это позволяет оценить вышеуказанные характеристики. То есть и при малейшем подозрении мы отправляем сразу на консультацию в областной клинический онкологический диспансер. В нашем отделении также хочу сказать, что проводится удаление различных элементов, которые относятся к доброкачеству. То есть папилломы, бородавки, невусы, которые неподозрительны. То есть врач осмотрел, подозрения у него розинки не вызвали. Это могут быть кератомы, могут быть фибромы, могут быть липомы и так далее. И это можно у нас удалить. По желанию пациента также можно сделать гистологическое исследование элементов. Мария Владимировна, скажи, пожалуйста, у всех заболеваний есть профилактическое направление. Вот в плане кожных заболеваний, насколько актуальна профилактика? И что в неё входит? Вот об этом давайте расскажем. Да, конечно. Первое в профилактике я хочу выделить это соблюдение правил личной гигиены. Казалось бы, всё просто, но на самом деле тема достаточно актуальная, особенно для детей и для подростков. Ведь дети и подростки очень часто болеют именно заразными кожных заболеваниями. Например, чесотка, педикулез, стригущий лишай, различные микробные заболевания, педермии, стрептодермии, стафедермии и так далее. Здесь очень важно, чтобы родители объясняли детям, как правильно мыть руки, как правильно ухаживать и следить за собой, что нельзя контактировать с больным человеком. Например, если в школе карантин, то уже с детьми общаться ни с какими нельзя. То есть нужно сидеть дома, нельзя уже гулять и так далее. Хочу также выделить в профилактике такой важный момент, как избегать длительного пребывания на солнце. То есть что провоцирует появление пигментных пятен, появление различных онкозаболеваний кожи. Солнце уже давно перестало быть безвредным, и мы, драматологи, советуем с апреля по октябрь включительно пользоваться солнцезащитными кремами с максимальными факторами защиты 50+. Никак не меньше. У меня даже был такой интересный случай из практики, когда ко мне обратилась пациентка, ей было 70 лет. У неё было заболевание, есть такое заболевание, называется витилиго, которое проявляется отсутствием пигмента в коже. Причём она образецкая впервые, её это только стало беспокоить, форма уже была распространённая. Вот таких обесцвеченных белых очагов на теле было очень много. Как до пигментации такая, да? Да, совершенно верно. И когда начала я рассказывать про то, что вам очень вредно быть на солнце, я сказала, да вы что, я ещё молодая женщина, и я очень активно люблю путешествовать, и вы не можете мне запретить быть на солнце. Опять же, как драматолог я не могу пациенту запретить, а могу лишь дать рекомендательный характер. Поэтому здесь также мы вам рекомендуем, а уже дальше прислушиваться либо нет, это уже дело каждого пациента. И хочу также выделить из профилактики, самое главное, как мы уже сами сегодня обсуждали, не заниматься самолечением и обращаться к специализированному дерматологу при проявлении любых заболеваний кожи. Это обязательно. Я знаю, что вы очень преданы своей профессии, своей специализации. Пару слов прямо скажите о своём клинико-диагностическом отделении. Какие направления у вас? И вообще в целом, я знаю, что двери вашего отделения всегда открыты для людей, у вас доступность очень такая, на самом деле и качество, доступность здесь у вас очень выражена. Несколько слов. Да, я работаю в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере уже 13 лет, даже немножко больше. Я заведую консультативно-диагностическом отделении. В моём отделении работают только грамотные и только высококвалифицированные специалисты. Даже если пациент подает на приём, и врач молодой, многие ко мне приходят, пациенты с удивлением, как и у вас молодые специалисты, пусть это вас не пугает, потому что мы являемся также клинической базой для подготовки клинических ординаторов по профилю дермат-венерологии. Если мы принимаем на работу специалиста, значит, мы в нём уверены на все 100%. И в нашем отделении, если встречаются какие-то сложные, неординарные случаи, такие бывают в практике любого врача, мы всегда выставляем диагноз и решаем вопрос коллегиально, то есть проведение консилиума. Также в базе нашего отделения используются высокотехнологические методы оказания медицинской помощи. Что касается пациентов с псориазом, со склердерами, в частности, и с недавнего времени мы стали заниматься лечением аллергической крапивницы. Тоже есть определённые стандарты. Если у вас есть похожие проблемы, вы обращайтесь в наше учреждение. Мы принимаем всех жителей Ульяновска и Ульянской области как с направлением. К нам часто направляют и врачи районных больниц, и врачи поликлиник. Так и самостоятельно все пациенты могут нам обратиться по предварительной записи в регистратуре. Спасибо большое. Мария Владимировна, ну и уже по традиции, в завершении нашей программы, какие добрые пожелания нашим телезрителям, ну и в плане как дерматолог и как специалистам? Нашим телезрителям я хочу пожелать самого основного, казалось бы, на первый взгляд банального, но я хочу пожелать здоровья в самом прямом смысле этого слова и в самом обширном его понимании. Ведь, как гласит Устав Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, чего я и всем желаю, и вам, Павел Сергеевич, в том числе. Спасибо большое, Мария Владимировна. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю тоже здоровья, всем желаю успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.